всем привет на канале удачники визе в этом видео с вами будет обсуждаться вязаный бульвар и я хочу вам рассказать что я вязала в ноябре месяце я уже говорила о том что давно не вязала поэтому я начала вязать с маленьких деталей и начну показывать также сразу но после того как вы подпишитесь на другие мои соцсети которые есть по ссылке в описании сделайте это прямо сейчас так одно из первых изделий в ноябре месяце это вот такая ажурная красивая салфеточка небольшого диаметра вязаная крючком просто связала потому что не знала что связать обычно когда не знаю что вязать а хочется вот я беру и вижу салфеточки что с ними потом правда делать я не знаю не все они используются по назначению но тем не менее вместо в доме полно и вообще из этой салфетки я хотела сделать что-то типа ловца снов как они там еще по-другому называется в общем натянуть ее в круг и чтобы повесить на стену как декор дополнительный далее связала вот такие вот бабушкины квадраты 4 штуки как подстаканники можно еще просто повесить как и декор на кухню поэтому сделала здесь дополнительные петельки связано было из остатков пряжи по моему очень красивое сочетание получились тут и из-за того что пряжа разная размеры тоже чуть-чуть вот буквально отличается вот этот самый большой и вы решили что это подстаканник будет линара вот этот мой остальные два они самые маленькие это будет для детей следующая моя работа это вот такая вот чалма тюрбан если поближе показать то ее видно издалека не видно что тут вообще за узор что такое если честно мне она не очень понравилась опять же я об этом конечно же разговор говорила в мк с этой чалмой потому что мне не понравилось это пряжа я вязала ее спицами объемной резинкой возможно для спиц не подходит это пряжа но разве такое бывает мне кажется если для крючка какая-то пряжа не подходит то для спиц подходит ну практически любая кроме вот совсем тонюсеньких ниточек правильно так то конечно чалма получилась очень красивый ее уже и я ношу и дочь носит пряжа кстати колючая но все же я думаю что я буду ее распускать мы ее не будем долго носить она у нас таки залежится поэтому распущу и использую пряжу для более какого-то интересного и дальше это вот такая вот сумочка clutch я не всем рассказала в итоге я ее бросила просто бросила не хочу и все вот руки упали у меня я купила вот эту штуку канва по моему называется изначально я неправильно ее отрезала именно для крышки и больше я к ней не хочу возвращаться просто нужно купить новую канву да и продолжить здесь уже есть у меня подклад я снимала об этом видео минут на 30 все видео это я удалила ничего не стала выкладывать даже не редактировала потому что сумка светлая канва тоже светлая нитки светлые ничего не видно и толку нет и также еще не подошел замочек вот такой вот замочек его куда засунуть некуда его прикрепить понимаете пряжа толстая такой замок сюда не подходит либо какой-то ремешочек сюда вот приделать я не хочу в общем это этим заниматься хочется чего-то попроще вот у него вы здесь сейчас вам покажу очень маленькое пространство туда вот влезает только канва больше ничего туда не влезет а такая объемная пряжа тем более поэтому эту сумку еще нужно пересмотреть подумать что-то докупить и потом когда-нибудь может быть ближе к лету я ее и движу хотя я хотела к новому году а может быть и к новому году тоже закончу следующее мое вязание это вот такие вот носочки спицами по ним тоже есть мастер-класс совершенно из разной пряжи вязала смотрите даже ниточки еще не попрятала а дочь уже вовсю носит это карачевская обычная пряжа с добавлением секционный из фикс прайса сейчас экспрессе такой пряжи уже нет может быть где-то продается уж в любом случае тем не менее сочетание цветов получилось очень очень красивым вообще обожаю вязать носки не перчатки не варежки именно носки знаете почему если вы подписаны на меня и смотрите каждое видео подписаны в других соцсетях то вы точно знаете что я обожаю вязать эти пятки подковы просто кает девочки и мальчики мужчины и женщины еще одно вязание спицами это митинги просто самые простые без каких-либо заморочек просто свяжешь трубу дырку здесь одно оставляешь и все на те митинги пожалуйста ходи и наслаждайся тоже из остатков пряжи вязала себе конечно же тоже митинги они тоже связаны спицами здесь узор рис я очень люблю этот узор на самом деле и также этим узором ей крючком тоже много вязала но этих работ у меня к сожалению нет на данный момент и даже мастер-классов они у меня потерялись такие вот красивые митинги мне очень нравится сочетание цветов помните я говорила в одном видео что буду распускать платьишко ажурная детская из этой вот пряжи с блестками с металлическими вставками вот просто с черным цветом соединил и связала красота следующее мое вязание тоже спицами подождите подождите крючком я тоже вижу просто очередь еще до них не дошла варюшки в эти варежки я хотела сделать подклад но я так и до этого не дойду у меня быстро менялся интерес самые обычные варежки из мохера разноцветного и по ним у меня кстати тоже есть мастер-класс на канале посмотрите на всякий случай скажу имейте ввиду что эти варежки связаны на ребенка но они по размеру подойдут на взрослого почему потому что я собиралась вязать туда плос плотный толстый подклад соответственно размер у него уменьшится об этом в мастер-классе тоже сказано еще одни варежки вот такие вот с крышечкой они у меня получились не очень такое я вязала первый раз и я не училась вязать такие варежки никогда не знаю как правильно их вязать именно вот такие но что получилось то и получилось я еще для них специально здесь купила было заклёпки все никак их тоже не приделаю чтобы он такая надела и так ахоп все сразу зашли захлопнула мало того у меня еще здесь пряжа разная на крышках потому что мне не хватило вот этой вот разноцветной я использовала другой мохер которым я вязала кофточку оверсайз для дочери об этом есть во влоговых видео не о вязании следующее если это можно назвать вязаной вещью в ноябре то мы так это и назовем я вязала какой-то кардиганчик жилеточку кофточку детскую из вот таких мотивов крючком об этом у меня тоже есть видео обязательно посмотрите его она называется недовязы что делать с недовязаны так вот пока я распускала этот старый детский кардиган я подумала что какая красота пропадет если я его распущу полностью собственно я оставила именно поэтому вот такой вот кусочек виде салфетки очень красиво в будущем планирую если не надоест эта салфетка то украсить этим этими мотивами маленькую подушку будет декор дополнительный также мне еще и осталось пряжа так что хватит и на обратную сторону подушки но уже не мотивами просто столбиками с накидом этого будет вполне достаточно следующее мое вязание это вот такая вот красивая салфетка пряжа была тоже куплена фикс прайсе вот такой вот у нее ажурный красивый край эта салфетка связана бабушкиным квадратом по кругу друзья также хочу провести с ним мастер-класс напишите об этом в комментариях пожалуйста без обратной связи мне кажется что я это делаю просто в пустоту напишите поставьте лайк просто класс в комментах напишите или просто плюс и переходите в другие соц сети там я тоже провожу иногда опросы на некоторые изделия нужны хотите не хотите интересно не интересно потому что мне тоже хочется знать что хочет моя аудитория я вам буду за это благодарна эта салфетка будет очень красивым украшением особенно для новогоднего стола и специально вот такой вот именно пряжу подбирала подыскивала с металлическими вставками и купила я еще других цветов такой пряжи так что сервировка стола в этом году будет очень красиво далее связала вот такого маленького дракошку такой милый знаете он напоминает мне утком оса мне хочется сказать что это не дракушка 3 а 3 а 3 а 3 а 3 но правда такой вот мосюшенька по нему у меня мастер-классом нету просто вязала потому что захотел также я связала вот такого дракошку он тоже вязан крючком он тоже очень интересный непонятно то ли это мышка то ли это бегемот то ли это вообще динозавр вот я не вижу дракон откуда здесь дракон напишите пожалуйста в комментариях кто это все-таки дракон это или это динозавр гибрид какой-то мутированный мутант но по нему у меня есть мастер-класс обязательно посмотрите я его так долго записываю очень много редактировал этот процесс был очень сложно следующее изделие я связала буквально вчера быстро быстро в торопях и оно такое милое смотрите здравствуйте это должен был быть вообще-то милым зайчиком но получился песик как из-за пряжи что ли я по игрушкам конечно не очень но базовый уровень у меня игрушек есть и я могу делиться тем что я уже знаю вот мастер-класс вот по этой игрушки с этой пряжи у меня еще нет потому что я его не вязала ни разу я же не могу показывать вам то чего еще сама не знаю правильно вот поэтому я пока что связала эту игрульку за кадром и у меня место зайчика получился классный такой позитивный песик гав гав мы еще не придумали ему имя а пряжей такой я вязала впервые и она очень нежная очень мягкая мне понравилось а вязать ее одно удовольствие это блаженство если вам нужно описание этой игрушки то переходите в группу вконтакте вязаный вульвар там я оставлю автора и его описание но если уж вы очень хотите то могу и снять видео от имени этого автора конечно же это не сто процентов моя работа вот это вот моя работа описание по которому я буду вязать нет я просто покажу как вязать по этому описанию и все на самом деле я навязала очень много разных изделий если я не ошибаюсь я насчитывала около 15 штук ближе к середине ноября но потом я сбилась со счету некоторые вещи уже куда-то ушли также вязала сетчатую кофточку такую коротенькую типа топика только детскую сейчас я ее искала дома я ее не нашла но фотографию позже конечно же вставлю когда найду а чуть не забыла я же еще вот что связала вот такой вот красивый чехол на бутылку эта бутылка у меня работает вазой размер бутылки 033 наверно или даже 02 мне всегда было удобно в такие бутылки ставить маленькие букетики выглядит аккуратненько красивенько и тут я подумала что я буду смотреть на эту магазинную этикетку до производственную я же могу ее украсить и будет больше радовать вот просто наугад совершенно спонтанно столбиками с накиды без накида скрещенные столбики вон просто взяла я связала измерила донышко по донышку с помощью кольца амигуруми начала прибавляла несколько рядов 1 2 3 ряда прибавляла и все больше уже ничего не прибавляла просто пошла наверх пряжа здесь использована ализе белла разноцветная которая как точно называется уже вылетела давно из памяти но здесь я немножко подбирала оттенки то есть мне приходилось этот отрезать нитку чтобы цвета более-менее подходили друг дружку например оранжевый цвет он здесь по сути вообще не должен был быть он должен был быть где-то вот здесь по моему я до этого еще что-то хотела из этой пряжи связать и тоже вот разделяла на цвета оранжевый там от серого от желтого вот этот вот оранжевый кусочек как раз отлично подошел мне именно вот сюда и смотрите переход какой получился этот серенький голубенький оранжевый голубенький серенький опять же да ведь здесь все совпадает а дальше мне принципе уже было без разницы но хорошо что здесь синенький пошел после три серого вот как тут например эти серый сразу синий и потом опять оранжевый все замечательно так вот красиво теперь у меня стоят цветочки обожаю это красиво мне кажется я что-то еще забыла вам показать но если забуду то покажу обязательно в телеграм канале спасибо что досматриваете до конца подпишитесь если вы еще не подписаны вас ждет еще очень много интересного и у меня есть для вас классные новости будут еще очень интересные красивые вязания и семейные влоги всех с наступающим новым годом удачи